Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня женихи Игорь, Сергей и Евгений. А невеста у нас Наталья. Наталья, 39 лет. Развод с мужем не причинил ей душевных страданий, но чуть не стал причиной гибели её ребёнка. Наталья владелица салона красоты. Мечтает купить автомобиль класс люкс. Гордится тем, что посадила две ёлки и выкопала мини-пруд на даче. Признаётся, что не в состоянии выучить иностранный язык. Предупреждает, что любит ходить по дому босиком. Наталья избегает бородатых мужчин в белых носках. Её внимание привлечёт ухоженный и ответственный мужчина, который примет её детей как своих, будет считаться с её мнением и позволит проводить много времени в ванной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здрасте. Здравствуйте. Это для вас. Ага. Это мой подарок. Яркое, выразительное, замечательное. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, а тут вы пытались. Огонь. Слушайте, я понимаю, что у вас сегодня история не для слабонервных. Просто триллер. Почему решили с мужем-то развестись? Ну, наверное, уже любовь закончилась. И всё? АПЛОДИСМЕНТЫ Никаких отношений не было. Вот давайте начнём с того, что у вас сначала не стало никаких близких отношений, что противоестественно для молодых людей. Вот совсем. То есть вы к нему с лаской и с любовью, а он вас чуть ли не за шкирку на улице. Да, было такое. Не один раз. Но вы понимаете, что это только бывает в одном случае? Значит, кто-то есть? Нет. Я не могу объяснить, не знаю, почему. Но такие отношения могут быть от того, что человек себя не смог, как сказать, определить в жизни. Наталья, я понимаю, что никому не хочется мириться с мыслью, что кто-то есть, и все мы до конца не хотим в это верить. Но вы так уверенно говорите, что у него никого не было в это время? Почему вы так думаете? Ну, откуда вы знаете? Послушайте, на это время нужно минуты полторы, не больше. Ну, тогда, тогда может быть. Понимаете, поэтому вы уж особенно-то не думайте, что тем более сейчас, тем более есть категория женщин, которым, в общем-то, кроме этого тоже ничего не нужно. Они говорят, давай быстренько, быстро, сейчас мой уже в лифте поднимается. У нас такие здесь были истории? Да, странно. А вы пробовали с ним разговаривать, сказать, типа, Петя, что у нас происходит в семье, я молодая женщина, я тебя люблю. А спали в одной кровати? Да, конечно. Бизнес-ледие эмоциональное, но у них эмоции выверенные. Выверенные и очень точные. Ну, чтобы хоть, ну, как мужчина нас соблазняет? Типа, Рюмасик, выпей, тебе станет легче. Только было наоборот. Я пыталась. Конечно, а тут вы пытались. А он как заорет, а ну-ка, иди отсюда, от меня руки берет, милицию вызову. Это ж в жене родной за то, что она к нему ластится, угрожать милиции. И вообще, говорит, ненавижу тебе и твою работу. Я даже вот боюсь фантазировать. Это с какой работы вы приходили, что он как бы практически брезговал вас от себя? Я не то, что думаю. Нет, у меня работы. А ну-ка, иди отсюда, Наташка, вот там у себя на работе и приставай к рабочим. Нет, работа у меня нормальная. Я работала помощницей профессора. Очень замечательная женщина. Она работает вместе с мужем в городской больнице в Москве. Они заведуют кардиологическим отделением. А вы кем там работали? Я работала их помощником. А его-то чего это стало возливать так? Ну, может быть... Что даже спать перестало. Ну, может быть, от того, что... Ну, во-первых, я работаю. Я зарабатываю деньги. То есть содержание, все было на мне. То есть вы его перепрыгнули, да? Да, он не работал. Вот смотрите, я сейчас с мужем в одном шоу. У меня трейлер, как у Элизабет Тейлор. И зарабатываю я теперь больше. А он все равно для меня, как Ричард Бартон. И у нас же бывают перерывы какие-то. И что? Для любви всегда найдется укромный уголочек. Может быть, вы стали себя так вести? Вот приходите, вся такая в буа, в платье в блесках, косой пробор, рыжие волосы. Говорите, слышишь, парень, подай-ка мне то, принеси-ка мне это, отлюби-ка меня, как я люблю. Нет, не так, ты мне прическу так испортишь. А вот так, так тоже ты мне глаза размажешь. Лариса, ты бы видела, какая она ко мне пришла. Фотографии не принесла? Это было слоноподобное. Во-первых... Что так грубо? Нет, а я тебе объясню. Очки надела красивые, что ли? У меня сегодня просто звездный день. Уж по правде все говорю, Наташ. Когда она ко мне пришла, это была слоноподобная дама. Как я? Фотографии мне... Во! Вот она... Нет! Нет! Вот она ко мне пришла! Чего? Нет! Это не она! Ё-моё! Да, молодец. Это мама. Это молодец. Нет, молодец, она следит сейчас за тобой. Это не Наталья. И вот эта Наталья хотела, значит, деньги есть, хотела, типа Брэда Питта. И я ей должна была каким-то образом загипнотизировать или еще что-то либо сделать с этим мужиком. А со мной сделать что-нибудь, чтобы я вот из-за такой Наташки превратилась в такую Наташку. Я ей сказала, говорю, Наташа, послушай меня, деточка, надо заняться собой. Хочешь, чтобы тебя любили, да? Дай, пожалуйста, красоту. Вот эту буа и все остальное. Вот я тебе про что. И слава тебе, Господи, одна из-за услышала меня, потому что в тот момент, кого бы я ей не предложила, она хотела только Брэда Питта, было все бессмысленно. Занялась собой, вот сидит красота. И почему муж ее не хотел, а ты захочешь? Ты захочешь? Наташа, нет. Да. Это не вы, вы врете, это мама ваша или тетя. У меня был 56 размер. И за какое время? Два месяца. Вот я говорю, мой звездный час пришел, наконец-то. Умничка, красавица, и все будет у тебя хорошо, правда. А такой вряд ли кто захочет. Вот мы удивляемся, почему он не хотел спать. Да кто захочет? У меня все. Ну уж извините, девчонки. У меня все. Все-таки внешний вид, он является отражением внутреннего мира. Вот, и если человек допускает оттянутые коленки, немытые волосы, это значит, у него и внутри такие же точно оттянутые коленки и немытые волосы. Наташа, я просто снимаю, как говорится, перед вами, ну, не лифчик хотел сказать. Молодец. Ну, а я? Молодец. А я молодец. Вот, молодец. Не, ну сейчас козырный какой-то должен быть, такой же подстать. Главное то, что она всем показала, что я могу это. Во-первых, я смогу привести себя в порядок, потому что мужчины не хотят нас такими. Сколько бы у нас денег не было, сколько бы этих денег не было. Скажите, дорогая, а почему ваш развод чуть не стал причиной гибели вашего ребенка? Ну, очень переживал ребенок. И что, она попыталась? Ну, был момент такой, да, не очень приятный. Ну, сейчас у нас все замечательно. Выброси из окна. Ну, да, сейчас все у нас замечательно. Я ее очень люблю, она живет сейчас со мной, она сделала свой выбор. Но вы ведь приняли потом решение снова сойти со своим мужем и жили какое-то время. Что вас подтолкнуло-то к этому? Подтолкнула эта ситуация со старшей дочкой. Я поняла, что, наверное, надо сохранять семью. А что дочка-то? Дочка пыталась шагнуть в окно. Вот, я ее... Удержали в последнюю секунду. Да, практически. Дурочка какая. Да. Она очень сильно переживала. А сейчас сколько ей? Сейчас ей 19 лет. Но она понимает, что это могло быть вот просто шаг в никуда и все... Мы эту тему никогда больше не поднимали. Не, ну, естественно, как любая мать, она поступает так, как чувствует, как ведут ее эмоции, чтобы сохранить свое дитя, свой плод. Она в тот момент считала это правильным. Значит, она это правильно делала. Наташечка, смотрите, вы к мужу-то вернулись, но ненадолго вас хватило. Ненадолго я не смогла, да. Почему? Потому что... Ну, с каждым днем было все хуже и хуже, отношения вообще перерастали. То есть мы обычным голосом уже не общались. Вы его не любили? Ну, вы знаете, я думаю, что прожив больше 20 лет вместе, уже, наверное, не любовь, а какая-то привязка уже с человеком, и должно что-то связывать. То есть в нашей ситуации связывали только дети. И все. Сейчас сколько младшему? Младшей девочке 6 лет. Но она общается с папой, младшая? Младшую дочку он у меня забрал. Младшую забрал? Почему? Да. Я пришла после работы домой. Он собрал все вещи, включая вещи ребенка. И вместе с ней покинул мою квартиру. А суд был? Мы в суд не обращались. Сначала мы договорились. Ну, что... Да, полюбовно договорились. Что я буду ее всегда забирать, когда мне надо. Я буду ее отводить в садик, приводить. Когда я на работе, он будет. Либо там встречать, да. Какие-то выходные он забирает, какие-то я забираю. И мы будем... Чтобы ребенок не почувствовал, ну, да, разницы. Вам удалось договориться? Да. Сейчас, я надеюсь, он не прячет ребенка? Разрешает вам видеть? Он не прячет. Ну, иногда отключает телефоны. То есть сейчас я на грани того, чтобы подать в суд и забрать ребенка. Ну, вот ситуация знакомая. Суд это... Хочется все решить по-человечески, а получается... Помогите, друзья мои, в чем там дело? Где скелеты? Потому что у нас придет мужчина, они не будут требоваться разгадывать. В чем подвох? Он не богатый, который, может, как олигархи сейчас взяли, отсудили всех. Он просто обиженный мужчина, и таким образом он хочет... Понятно, обиженный мужчина, который не работает, но его можно ударить по рукам. Есть власть, есть законы. Наташа слишком добрая для этого. Просто дети любят отца, поэтому она и не хочет причинять боль. Она всегда хочет полюбовно это решать, без конфликтов. А мать... А вас не любят дети? Меня любят, но сейчас ситуация вообще заходит, почему я в суд хочу. Просто так получается, что кто более жалкий, к тому и тянутся дети. Вот в этой истории Наташа выглядит счастливой, успешной женщиной. А папа там накручивает, да, что мама плохая. А папа безработный, жалкий, несчастный. Мама вот такая плохая его оставила. Соответственно, дети тянутся туда, где более жалкий и несчастный человек. Правильно ответили, да. Да, зачет. Не, ну, может, он умеет, грубо говоря, там, за порядком в доме следить. Может, он, скажем, умеет заниматься... Домохозяин. Да, домохозяин. Там уроки делает, например, с детьми. Интересно, какой вот интересный момент. Водит на занятия спортивные, музыкальные. Да, он воспитание детей прикладывал в руку. Да, то есть он, может быть, он именно такой вот воспитатель. Я тебе сейчас прямо такого хорошего. Про деньги не говорим, сами заработаем. Либо направим, либо направим. Нет, со мной. Но это опасно. 19-летняя девочка, которая живет в доме, и вы приведете мужчину. Это всегда открытый кошелек на трех вокзалах, понимаете? Это всегда соблазн. В этом отношении я вот не переживаю, потому что если она вот смогла такие вещи сделать и собой измениться, и главное, мозги почистить свои и правильно себя направить, все получится. Поэтому, собственно говоря, мужчину за 40, у которого нет финансовых проблем, ну в том плане, что он нет и криминала за ним. Не зачем нам криминал, да, богато это? Ласковые, нежные. Наташа, а то, что сбросили 10 размеров, характер изменился? Да. В лучшую сторону? Ну, я надеюсь, что да. Спасибо. Тамарчик. Наташа, Лив, и Сатурн недалеко от Солнца. Отсюда, конечно, бывает масса проблем. То сами себя ограничиваете, то впадаете в комплексы, которые сами накручиваете. И ограничиваете себя даже в том, чтобы сделать шаг навстречу детям и решить проблемы с мужем. Я должна сказать, что женщина, вы довольно успешная. Успешная, и практически все у вас получается по жизни, что вы хотите. Правильно. И женщины вам помогают, и авторитетные люди. У вас всегда есть покровители. Это гороскопы меня всегда пугают. Всегда волнение какое-то вызывают, знаешь, как будто человек заглядывает в душу. Нет, ну я не верю, честно говоря, в гороскопы. Ну это хорошо. Совет один в данном случае. Там, где вам внутри комфортно с человеком, и вы готовы ему все прощать. Вот это ваше. Все остальное нет. Знакомьтесь с первым женихом. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Очень приятно. Наталья? Наталья. Да. Замечательно выглядишь. Спасибо. Волнаешься? Игорь. 49 лет. По образованию инженер-физик. Работает старшим программистом в производственной компании. Гордится тем, что умеет танцевать боги-воги. Признается, что всегда читает перед сном и ложится спать до полуночи. Игорь принял решение развестись, когда понял, что не вызывает интереса у собственного сына и супруги. Надеется, что рядом с ним Наталья будет счастлива. АПЛОДИСМЕНТЫ Послушайте, у нее такое было странное... Я раз в неделю приезжаю. Можно раз в неделю я от своей жены вытерплю то, что она бросится мне на шею? Раз в неделю. Увлечение. Она любила ходить на продуктовый рынок? Нет, это не увлечение, это занятие. Покупать продукты по субботам и воскресеньям, ну и, соответственно, ходить на рынок. Ну, вот типичный физик. Ну, нормальный. Согласен. Все физики такие. Ну да, больше, наверное, любят математику, чем женщин. Да, у них голова другим замыкнет. Да, наверное, наука. Слушайте, сколько от Москвы до Коломны, вот честно, сколько вы тратили на дорогу в выходные? Три часа. Но это вообще ни о чем. Собственно, вначале у нас было решение такое, что я приезжаю раз в неделю, а потом уже и отпал вопрос. Смотрите, ну вы же считаете, что и сыну с вами неинтересно было? С сыном я не знаю, что там получилось. С сыном мы развлекались. Ну, не то, что развлекались, но вполне хорошо общались. Где-то лет 12 на лыжах ходили, на коньках, в хоккей играли с ним во все. А потом какой-то момент времени, то есть он, наверное, стал подростком, я стал недостаточно для него крут, он перестал со мной общаться, перестал со мной играть в хоккей. Считаете, что мама настраивала? Я такого не говорил. У него стали другие люди, стали для него авторитетом. Ну, у подростков авторитеты, скорее всего, это их окружение. Они такие сейчас хитрые, еще друг с другом делятся, свои хитрости. Я говорю, Лёлька, не стыдно тебе, дочке, ей 16 лет? Я говорю, ну я приехала с гастролей, у меня час есть, перерыв, а ты в планшете сидишь. И, конечно, она, а стань интереснее для меня, чем то, чем я сейчас занимаюсь. Тогда я уберу планшет. Понимаешь? Стань интереснее, чем интернет. А денег лежит, кран выключить. Это уже вторая серия. Она говорит, ну ладно, мам, не обижайся, это я тоже где-то прочитала. Там где-то я увидела, я не сама придумала. Вот так бывает, просто нужно терпение. Да нет, сейчас мы общаемся с ним, правда, редко, и в тот момент, когда у меня каждый день не кончается, так кажется. 20 лет продлился ваш брак. 20, Игорь. Ну, чуть меньше, 19. А сколько лет прошло, когда вы так наездами, как Чингисхан? 10. Опаньки. А вы-то сами не взорвались? А у него, наверное, было что-то? Ну, всё, ну, а как, а как, у здорового мужчины никакого секса? А у вас было что-то для души, для тела, для здоровья. Когда, потом, после развода? Нет, во время. Нет? Ну, бывает так. Парень хороший, так интеллигентный мужик, видно, что тоже страдал, видимо, переболела. Я уже ничего не планирую. Ну, конечно, если жениться, собрался по новой. А вот у меня вопросик, Игорь, а вы почему на одной территории не сможете жить? Вам какие условия нужны? У меня просто однокомнатная квартира, где снесены все перегородки, и, соответственно... Студии, да, сделали? Да, да, если пойти утром, кому-то, если надо утром рано встать, то шкварчание яичницы на кухне будет мешать. Нет, это всё понятно. А до каких пор это продолжаться-то будет? Я уже ничего не планирую. Вы хотите... Я сейчас живу одним днём. Послушайте, нет, есть люди, и мужчины, и женщины, которые хотят вот тот самый гостевой брак, и ты, между прочим, за то, чтобы этот брак гостевой и был. Да, но нам, Наташки-то, надо же, понимаешь, гостевой тут не пойдёт. А они всё успеют до закрытия метро. Нет, я к тому, что вы как физический мужчина-то, ну, не потеряли способности. А что вы меня смотрите-то? Я не за себя переживаю. Я как раз, как и вы, уже на тренерской работе. Или нет? Нет, я ещё пока вас не спрашиваю. Ну, не знаю, мне кажется, девушке Льву нужны такие более ужасные. Девушке Льву нужен мужчина-фигур, как минимум. Да, мужчина, да. А не мужчина-физик. Гостевой нравится вариант? Или вам всё-таки нужны вот эти прижималки на груди, засыпалки? Да, наверное, да. Вот это, да? А что вы-то издыхаете? Ну, вы к себе позовите. Видишь, если он говорит, яичница будет его будить. Хотя у меня, например, маска на глазах и беруша, потому что площадь вот такая вот. Честно говоря, за 20 лет вот уже приди ко мне, посиди со мной, я тебе дам всё из-за работы уже. Ну, да, да, устала уже, да, милая. Хорошо, покажите сюрприз. Женщин, как говорится, не понять. Они сразу стекут, хоп, у них рентген в глазах. Сразу вышел, сразу хоп, одна секунда, больше не надо. Если не любовь. А? Если это не любовь, да. Да, ну не то, что, а любовь с первого взгляда, это фантастика. Я потанцую. Да, вот мы сначала так, по-простому. Волнулись просто. Вот, вот, всё. Рок-степ. Отлично. Вот, идёт. Так, передвигаемся. Ну, нет, такого нет. Это я должна тусывать. Что? Что? Динка, тяжело. Ну, отлично. Круто. Спасибо. Молодцы. Спасибо, Игорь, а вам в комнату. У вас такие были пустные лица. Просто буквально засыпали. Чего так? Не понравился? А вам? Не наша клумба. Почему? Хочу никого видеть, но потому что Наташа нужен мужчина, а не человек, который сдаётся при первой... Если вдруг у сына пропал интерес, то сразу заднюю включать. Я сейчас хочу женщину, зачем надо бороться. Ален, вас в честь кого назвали? В честь пришельца. Алена Делона, наверное. У меня мама любила этого актёра. Вот так и получилось. В детстве, когда мне было примерно лет 13, у нас же надо мной жила соседка. Вот она меня называла Ален Делоном почему-то. Не понравился чем? Очень спокойной? Ну, вообще, для мужчины это очень странно, что он говорит, у меня нет никаких планов на будущее, и я живу сегодня. Он живёт одним днём. Молодец. Никто сейчас не живёт сегодняшним днём. Никто. Всё, какие-то кредиты, всё мы что-то строим, хотим купить, куда-то уехать. На что-то собираем, что-то планируем. У любого человека должна быть цель и мечта. Да, если у человека нету никаких планов, целей, ничего, соответственно, он и не даёт. Любимый, в 49 лет мужик может уже расслабиться. Ну, тогда пускай живёт один в большой студии. А он вот хочет вроде и не один, как бы, понятия любви хочет, и... А вдруг получится. Знаете, для того, чтобы пришла любовь, надо излучать силу, энергию, любовь, чтобы... Чтобы пришла любовь, мужчине надо денег накопить прежде всего, чтобы она, как минимум, нарисовалась. Я считаю, что тут не идёт вопрос о том, что он... Вас не назвали в честь Карины Барби, нет? Нет, я Карине вообще. Ну, вот, по пастору Карине, да, друзья называют Карина, поэтому... Я считаю, что Наташа очень огненная женщина, она прям очень энергичная, она очень открытая. В смысле, то, что Наташа проделала такую работу над собой, и то, что она прожила такую жизнь, она имеет право рядом мужчину с собой видеть такого, которого она мечтала. Да, наверное, на месте будет очень тяжело, поскольку она продолжает ожидать что-то от людей, пытаться их переделать, то я на данный момент уже понял, что людей переделать невозможно, и принимаю людей такими, какие они есть. Мне кажется, Игорь очень достойный мужчина, очень, и возраст прекрасный, и он ничего в своей жизни такого страшного не накосячил. Послушайте, у миллион пар не срастается ни с детьми, ни с бывшими жёнами и мужьями. К тому же он ещё и ведомый, по большому-то счёту. Не думаю. Нет, я имею в виду, что... А что ты не думаешь-то? Не думаю, что ведомый. Нет-нет-нет, он с характером, это так кажется. А вот, Игорёчек, это больше к вам, конечно, но позажигать-то с ним не получится. Если вы в вуги-вуги засыпали, то не знаю, чем у вас там в постели закончится история. Ну, Игорёчек, в следующий раз цветочки надо с собой взять, как-то женщину-то расположить. Может, вкусненько нам что-то с Ларисой принести вот из-за марта? Лариса, забудьте. Он считает, что цветочки – это затрата денег, потому что всё-таки он человек расчётливый довольно. Всё-таки Дева рождён под знаком Девы действительно в чём-то конкретной. Но и здесь Венера с Юпитером в возвышении всегда благодаря женщинам и покровительству их будет подниматься. И не слабый. Вы знаете, наоборот, это человек довольно сильный. Он всегда добивается того, чего хочет. Но должна сказать, что он, по большому счёту, не хочет, чтобы его кто-то обременял и с кем-то быть. Ну, то, что Дева – сложный знак, я совершенно точно знаю. У меня своя чуница Дева, мама моя была Дева, и они все такие достаточно сложные люди. Знакомьтесь со вторым женихом. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Наталья. Я сидел во второй комнате, слушал, наслаждался. Ты очень яркая, позитивная, красивая, и мне бы хотелось познакомиться с тобой поближе. Давайте попробуем. Сергей, 38 лет. Солист в государственном учреждении Департамента культуры. Гордится тем, что играет за футбольную команду Первого канала. Предупреждает, что по ночам требует к себе особого внимания. Признаётся, что по утрам ему необходима интимная близость. Сергей дождался, пока супруга родит от него ребёнка, а потом признался, что полюбил другую. Надеется, что Наталья его не осудит. Здравствуйте, парни. Сергей, а когда вы полюбили другую, уже знали, что жена ждёт ребёнка? Да. Получилось так, что больше пользовался человеком, чем любил, понимая, что неправильно. Но смотрите, Сергей, я всё понимаю. Любовь ведь появляется тогда, когда в сердце пустота и в душа. То есть, если у твоего сердца уже заполнено любовью, нельзя полюбить второго человека. Не было любви. А у вас не было любви, а жена была. А как это так? Студенческие годы, молодые, стремились, жили вместе, общежития. О, студенческие годы. Всё как у меня, то же самое. Тогда это любовь, да. 18, 19, 20 лет, если семью не создал, значит, не всё уже хорошо. Поэтому вполне естественно, что она забеременела. Может, как-то залетела. Нет, неправда. Мы долго хотели ребёнка. Долго хотели, не получалось. А что вас заставляло, если вы её не любили вместе жить и хотеть ребёнка? Разве можно хотеть ребёнка от женщины, которую ты не любишь? Знаете, казалось так, что так должно быть. Вот именно так. Семья, уравновешенность, уход. Уход был замечательный. У меня прекрасная первая жена. Я тут недавно, знаешь, что услышала? Я вот понимаю, наверное, подтвердите мои слова или опровергните. Смысл какой? Спрашивает вот такого же, говорит, почему поженились вообще? Что происходило? Он говорит, а у нас кроме развлечений, как жениться или выйти замуж, совершенно не было. То есть имеется в виду, что и сексом там можно позаниматься и всё остальное. У меня не думают, что там был какой-то дефицит в женщинах. Ухоженный, образованный. Ну, ладно, давайте. Спасибо большое. Ну, а что это? Ну, это очевидно. Я смотрю на вас, да? Держите себя как. Понятное дело. И вот вы влюбились. Да. Сообщили, пока она была беременной или дождались... Ну, естественно, все женщины, они чувствуют эти вещи, когда человек смотрит на другого. И, ну, уже невнимание, какие-то отговорки непонятные. Женщины чуткий народ, так скажем. Они всё это понимают. Ну, я сразу не признался, потому что серьёзное положение. Дождался, пока родит ребёнка. Смотрите, у меня был партнёр один по сцене, у которого четверо детей. И каждый раз у него начинался роман на стороне, как только жена беременела. Он всегда уходил на тот момент, пока жена беременна. Это он любит жену и детей, любит своих, но как только женщина в положении, у него физиологическая неприязнь. Он не понимает, как можно в это время. Я сам себя проверял, вот сам думал то же самое. Вот банальный случай, вот что вы и рассказали. Думал, так и есть. Ну, ничего не могу с собой поделать. Когда женщина беременна, мужчина не может физически с ней находиться. Ну, неправда. Вот тоже думал то же самое. Думал, вот забеременела, всё, отторжение. Нет, я очень ждал этого ребёнка, так же, как и она. Мы вместе ждали. Вот к вопросу о том, что... Нет, так и тот человек любит своих детей. Он просто возвращается. Он возвращается, когда она рожает, уже всё. Нет, всё, у меня любовь. Я влюбился, безумно влюбился. На стороне. Да, на стороне. Очень лёгкий человек, наверное, легко с ним общаться. Но сильно на уме и действует только в свою пользу. И вот когда она родила, вы уже ей об этом сказали. Когда родила, сказал. И она нормально отнеслась? Нет, ну как же можно нормально? Это огромная трагедия. Ну, трагедия. 10 лет совместной жизни практически. Но она же разрешила вам с ребёнком видеться, то есть не стала палки в колёсе. Она ждала, пока я вернусь. Ну, это не было так, что удержать ребёнком. Это такого не было. Я, естественно, тянулся к ребёнку. Ну, не мог оставаться с ней. Я чувствовал, что она хочет, чтобы, ну, естественно, семья, всё это я понимал. Но я не могу, ну, грубо скажу, да, вот спать с женщиной и видеть, просыпаться и чувствовать другую женщину рядом. Ну, я считаю, так честнее было бы. Хотя больно нам было обоим. Хотя я от себя... Скажите, а почему вот с этой любимой не сложилось ничего? Там всё хорошо, любовь, страсть, все чувства, которые, может быть, даже не дополучил, будучи студентом. Но её родители почему-то предвзят к вам относились, они были против? Всё правильно, да. Были против. Потому что я не стоял твёрдо на ногах. Да просто она богатая, наверное, была, да? А вы, он, обычная. Не сказать, что вы богатая, но социальный статус, конечно, повлиял, да. Просто родители... Хотели, чтобы был обеспеченный, а вы не могли. Как у нас говорил Ястребов в зарубежной литературе. Все хотят принца на белом коне, а появляется мальчик с пальчиком, с кем по пальчику. Они так думали. Ну, у него, видишь, у него прям страсть на первом месте. Вот жена беременна, у него страсть, химия, химия. Тем более, видишь, он лысый. А лысые обычно говорят, слышал я, такие гиперсексуально активные. А может быть, причина-то была в том, что вот вы хотите какого-то внимания по ночам? А убаюгивать надо, что ли, вас? Если бы это была причина, это бы хорошо решилось. Ну, а что надо-то вот это вот, ночная-то? Я просто люблю ночи, не особо внимания, просто, знаете, как с мягкой игрушкой, или как это говорится? Ну, понятно, что... Ласку, мне нужно тепло. То есть вы спите в обнимку с кем-то обязательно? Не в обнимку, вот я просыпаюсь, мне важно понимать, что с тобой близкий человек. Вы же расписались со своей же. Расписался, да. И со второй сразу же сделал предложение, расписался. Да, и родители узнали очень нескоро о том, что она замуж. Случайно нашли ее паспорт. Прошло время, может быть, не случайно. А она как, домой приходила ночевать, будучи вашей женой? У нас были разные ситуации домой, и гостиницы, как у всех нормальных людей. Нет, у всех ненормальных, потому что она была очень законной жена. И вот когда родители уже нашли ее паспорт и увидели, что она ваша... Да, это был шок для них, конечно. В общем, родители победили, да? Заставились вас развестись? Здесь слово победа как-то грубо тоже. Наверное, все-таки здесь много аспектов, потому что там и ребенок. И моя вторая супруга, она не хотела и родителей расстраивать, и меня в этот же момент не хотела расстраивать. И вот я ее здесь тоже понимаю прекрасно. И это отражалось на ее ребенке, потому что постоянно скандалы, связанные с тем, что она со мной. Ой, родители, как же вы, что вы делаете, что вы делаете? А сейчас не знаете, как она жизнь свою устроила? Да, все в порядке. Он следит за собой, ему нужен красивый спутник. Ну, в этом плане, конечно, Наталья ему подойдет. Ой, солист государственного учреждения, департамент культуры. Да. Как с квартирами-то? С квартирами вообще как и везде. Вы снимаете или с вами что-то есть у вас? Снимаем. А вы сами-то откуда? С вами есть район, но оно и в Подмосковье. Ну, главное, что вы молоденький. Это главное. Молодость побеждает, да? Конечно. Конечно. Покажи прощайся. Сюрприз с удовольствием. Ну, мне кажется, он просто любит, как сказать, он не может быть один, ему постоянно нужна какая-то женщина, или он должен чувствовать, что он не один, наверное. Наташа, представь, что ты в своем загородном доме. Но для того, чтобы был сюрприз полным, я должен переодеться. Разрешишь? Хорошо. Жди. Ой, цветочки хорошие. Вот как хорошие цветочки. Куда это жених-то пропал наш? Ушел домой. Папа положил невесту и ушел. Он с характером, он уйдет. Он с характером? Да. Да ладно. А мы тут его. У него все вот так. И характер, и натура, и талант. Может быть, сюрприз заключается, что он ушел по-английски. Вас оставил? Нет, 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 он не уйдет так. Не уйдет, да? Нет. Ну ладно. Дорогая Наталья. Ух ты. Угощайся. Ну что, стесняйся. Чувствуй себя как дома. А я пока приведу в порядок наш интерьер. Смотри, какой прекрасный. В саду будет так лучше, да? Мне просто надо подробную дни. Пока девайс. Что-то он. Вот так. Солнышко на тебя. Не падает, солнышко мое? Пока что нет. Что-то загорало. Ну я, собственно говоря, тоже себя так веду, когда ко мне приезжают малознакомые люди. Тоже стараюсь им угостить и усадить. Потому что малознакомые люди, они теряются. У меня пересохло в горле. Угощайся. О! Да, с удовольствием. А в чем фишка? Молодец. То есть вы обещаете, что на даче Наташа будет лежать в вечернем платье, а вы будете вот так суетиться. В вечернем платье, я надеюсь, она его снимет, и я укрою тебя замечательным пареом. Ну так скажите еще. Я садовником родился. Это прямо так сказать? Не на шутку рассервился. Ты когда на вагоне елочка. А это так, чтобы солнышко тебя... Чтобы ты не сгорела тогда. Серег, все цветы мне надоели, кроме... Кроме Натальи. Ура! Ура! Нет, Женя, я думаю, что у тебя женцев больше, понимаешь. Садовник и королева, они как-то не состыкуются совсем. Понимаешь, что здесь... Королева среди полей, огородов. Так как весна, солнышко, птички поют. Хочется петь о любви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво, Васечка! Забирайте своего друга. А вы к нам проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прямо у него на лбу написано. Да, милла, колотелла. Обещаю. За все долгие годы простое. А он такой ласковый такой, с фантазиями, что хорошо. Конечно. Нам в этот реабилитационный период как раз то, что надо. А смотрите вдвоем просто изумительно. А вам все не так, все вам не нравится. На самом деле очень интересный жених, можно сказать. То есть здесь и творчество, и мужественность, и адекватность можно рассматривать. Меня раскусили. Все, Вася. Все. Слышишь? Приходи на салатики. Ну подожди, подожди. Что подожди? Салатики пойдем рано. Смотрим дальше. Рано. Ну что там по поводу Дамилла, колотелла? И здесь как раз может быть такая ситуация, что и вместе, не всегда постоянно вместе, и в Руси. То есть, так сказать, то, что вас может вполне устроить. Да, гастроли. Да, но должна сказать, что, конечно, у вас очень хорошая совместимость физиологическая, вот то, что касается близких отношений. Потому что я думаю, что чем больше вы проявляете активность в его отношении, в отличие от вашего мужа, тем больше он будет идти навстречу. Прекрасно. Знакомьтесь с третьим женихом. Поэтому я думаю, что наш с вами союз свяжет нас еще и в этом направлении. Евгений, 48 лет. Владелец Центра здоровья, красоты и фитнеса. По образованию акушер-гинеколог. Гордится тем, что стал директором конкурса «Красоты». Мечтает увидеть кенгуру. Предупреждает, что с ним бесполезно вступать в спор. Признается, что по праздникам ходит в церковь. Спустя 20 лет брака Евгений принял решение уйти от жены к любовнице, но брак с ней так и не заключил. Надеется, что Наталья умеет мотивировать мужчин на подвиги. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Евгений, а любовница у вас появилась в то время, когда вы стали директором конкурса «Красоты», да? Нет, нет. Я познакомился с девушкой на дне рождения друзей. А что она там делала? Она была как гостья. Она была гостья, ну, поэтому... В два раза вас младше. Ну, вот так получилось. Не понимаю, почему в куртке. Как будто пришел, как будто собрался уходить. Да, нет, почему? Я очень-очень даже сильно одет. Как-то... Что-то к чему-то приди. Я не о тебе. И с первого взгляда влюбились? Ну, она мне понравилась. Ну, правильно, дома жена, застиранный халат, бегуди, а тут свежатинка такая. Ну, не совсем. У меня жена не такой человек. Ни застиранный халат, ни бегуди. Ну, женщина всегда чем-то же, она недовольна, требовательна, а тут студентка. Ну, не знаю, может быть, действительно за эти годы что-то, что-то может ушло, может быть, какое-то внимание... Сколько я, 20-летняя, ну, не разбила семей. Ну, хотя разбила. Но я замуж ни за кого не собиралась. Просто в 20 лет сердце черствое. Ты еще не имеешь опыта такого. Тебе ни перед кем не стыдно. У тебя никаких обязательств нет. Ну, извините, конечно, вы могли разбить не одно сердце. Да, разбивала, потому что была дура и гадина. И очень каюсь сейчас. Очень приятно слышать такую самокритику. Конечно. А что за... Я не понимала, что... Потому что в 20 лет мне казалось, что больно может быть только у меня. Только у меня болит, а остальные не люди. И что, что она дура, 30-летняя старуха. Понимаете, как я могла к 30-летним старухам относиться? Совершенно непонятно, каким образом он ушел к любовнице. А если его жена не мотивировала, то почему его перестала любовница мотивировать? То есть он ждет от женщины, что она будет его каким-то образом мотивировать. Ваша ведь молодая знала, что вы женаты? Ну, она знала. Я не скрывал от нее. А сразу жене повинились, рассказали, что вы любили? Ну, по истечению какого-то промежуток времени. А почему она за вас? Ну, она мне задала вопрос. Ты хорошо подумал? Все-таки у нас семья, у нас ребенок. Ну, ответил, да. Ну, как-то пыталась бороться, но без истерики, без интриг, без скандалов. Ну, смотрите. Она пыталась достучаться до меня. Она не мешала, влюбившись так сильно и уйдя к молодой, не сделать предложений. Она ведь тоже ждала, ждала, что вы ее подведете. Ну, вот, наверное, из-за того, что я вовремя не сделал предложение, поэтому наш союз-то и распался. А почему не сделали? Ну, знаете... Не уверены были? Может быть, не уверен был, может быть. Но вообще был весь в работе, пытался что-то для будущей семьи, ну, которая не состоялась. Ну, что-то решить там с квартирным вопросом, что-то к чему-то прийти. А что за работа такая у вас была, что имела возможность квартиру заработать? Ну, вообще занимаюсь конкурсами красоты. Что вы говорите? Да. Вам нравится Наталья? Наталья мне нравится. Мне понравилась она тем, что она деловая, она целеустремленная, она уже умудренная опытом. И человек, который действительно знает, чего хочет. А Центр здоровья у вас доход приносит? Ну, сейчас вот именно конкурсы красоты доход не приносит. В каком вы городе живете? Я живу в городе Курск. А мы к вам или вы к нам? Да, давайте и так, и так. А нет, зачем же нам? У нас он своих. Ну, давайте я к вам приеду. Потому что есть в планах открыть подобный центр и в Москве. Так а на кой вам это открывает? А Наталья не в Москве живет. А Наталья не в Москве живет. Че на-на-на-на? Я саму главную хозяйку конкурса красоты. Че на-на-на? Я сама в жюрице сижу. Да, да, знаю. А мои девчонки участвуют в этом конкурсе красоты. Она сейчас не видала. Наташа владелец конкурса красоты. Кстати, доход у нас хороший. Ну, я согласен. И к нам примазываться не надо, правда, Наташ? Ну, я скажу, что у меня ценна здоровья, красоты и фитнеса. Поэтому у меня комплекс. Есть и салон красоты и фитнес. Это хороший знак, это здорово, потому что в этом возрасте вы же не собираетесь еще рожать детей? Почему нет? Собираетесь, да? Вообще хотелось бы для любимого человека. Нет, ну женщина должна всегда хотеть детей и собираться. Нет, если она с головой дружит, с определенного момента она уже понимает, что не надо хотеть детей, надо поставить тех уже, кто есть. Смотрите, совместный бизнес очень объединяет. Покажите сюрприз. Может быть, ему интересно социальное положение, как ты думаешь? Да нет, я думаю, что... Ну, может быть, это да, но я думаю, что он просто перебирается в Москву и хочет из Курска здесь делать свой бизнес. Ну, то есть я прав. Газетные полосы взрывает сенсация. Открытый идеал, эталон красоты. В ней ум и талант, в ней манеры и грация. Но кто же она? Конечно же ты. Глаза, луны, свет, сердце, жаркое русское. Красивое, красивее, не правдит наш напевк. Светлая, нежная девушка русская Загмит красотою любых королев. Глаза, луны, свет, сердце, жаркое русское. Красивее, не правдит наш напевк. Светлая, нежная девушка русская Я зову красотой у любых королев. Спасибо. Спасибо, все. Да, проходите в своей комнате. Мы вас будем обсуждать. Ален, Корине. Ну, я вот за свою жизнь очень часто переезжал, на самом деле. И каждый раз, когда переезжаешь в новый город, нужно определенное количество времени, чтобы прийти в себя и уже что-то создать. Вот он живет в другом городе, и пока он переедет, освоится, поймет, пройдут годы. Поэтому, я думаю, вот энергию тратить, ну, как бы очень затратно тебе будет и финансово, и энергетически. Поэтому, думаю, не очень подходит. Что вы скажете, Корине? Ну, у меня напряг один момент, когда он так быстро сказал, ну, тогда мы к вам, когда Роза спросила. Да, вы к нам или мы к вам? Я к вам. То есть мужчина все-таки должен излучать какую-то твердость. Мужчина должен быть мужчиной, уверенностью. Нет, ты ко мне переезжаешь. Я считаю, что люди, которые в салонах, не в салонах красоты, а которые в конкурсах красоты проводят свое время, то... Я не согласна с вами по поводу того, к кому едет. Мой грузинский муж приехал ко мне в Санкт-Петербург. И Игорь приехал ко мне. И ничего. Это всего лишь география. Я не согласна. И вполне себе счастливые браки. Между прочим, приятно. Очень красивая девушка. Да, она приятная. Мне кажется, Жень, ты быстро адаптируешься, потому что, скажем, ты же сотрудничаешь постоянно с Москвой. Ну, Евгений, он неплохой с точки зрения... Он просто провинциальный. Я думаю, что то, что он на нашей территории, это больше по недоразумению. Да, ну, я же любого могу так... А он хороший, правда. Мне кажется, из всех, вот, Евгений бы подошел с перспективы, но там инвестиции надо делать. А вот и Серега, конечно, вот сейчас позажигать, немножко расслабиться. Ну, я думаю, что все-таки, Сережа... Да. Да? Да. Тем более в одной, этот он, этот солист в государственном филармонии, как говорится. А мы вручь, вот, петь собирались там, да? Вот. Тоже, глядишь, это... Но там за мужчин тоже надо смотреть, в него тоже нужно вкладываться. Вы собираетесь петь? Планирую. А зачем? Чтобы зарабатывать или для души? Для души. Только ты, что собираться, пошла в караоке, вон, и надорвала себе голос. Или вы прям хотите на сцену? На сцену. В 40 лет уже женщины уходят совсем, должны уходить. А я всем докажу, что можно на нее зайти. Если мы будем вместе с ней петь, это будет очень интересно. Представишь, какой может получиться дуэт? Да почему здесь петь-то? Я всей душой, чтобы вы нашли свое счастье. Но я не увидела никакой заинтересованности в ваших глазах. Вы вот такая сидите, королевишная. Ну, давайте теперь. Вот я так помыкалась, когда я была толстая, с черными волосами, в хвостях, за уши, понимаете, в трениках, в майке. А вот теперь я сижу себе здесь, в буа, красавица. Ну-ка, давайте вы передо мной помечите хвостом, побейте по полу. Никто ничего не должен, никто вам. Абсолютно ни один из них. Ну, после такого тяжелого брака и такого тяжелого расставания, необходимо какой-то определенный срок должен пройти, чтобы она пришла в себя. Снова захотела смотреть на мужчину. Если хотите позажигать, как говорит Роза, с Сергеем, но, наверное, ненадолго, потому что он будет насчет вас использовать и будет иметь право. Он чуть только младше вас, но и потом он мужчина. Евгений тоже искушенный уже всеми этими 20-летними девочками. Он там у себя король же, где он живет. Я затрудняюсь. Глаз у вас сгорел только на Сергея. Ну, звезды, может быть. Евгений Овин. И типичный Овин, у него 5,5 планет в Овне. Я думаю, что вы его немножко не поняли. Вот это его спонтанное «поедем сразу на вашу территорию». Это потому, что люди такого типа, как он, они быстрее говорят, прежде чем думают. Самое главное, что он сразу видит, что это его человек, и он с этим человеком может быть. У вас есть много общих черт, которые вы, конечно, не заметили. Вот, видишь, ты уже не можешь раздавать все. Если ты влюбился, то уже честно. Честно скажу. Кому советуешь пойти? Второй партнер, пожалуй, действительно, он во многом вам ближе и по душе, и по интимным, каким-то, скажем так, связям, которые у вас могут быть. Но его, может быть, не удастся действительно сильно удержать. Что касается Евгения, здесь могут быть отношения теснее, но они могут взорваться в определенный момент через какое-то время. Думайте сами, решайте сами. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Берем мужчину, не тот, который воняет. Как говорить, как ты, у нас таких нет, слава тебе Господи. А вот ты вы понюхай, нормально, не воняет, нет? Ну, только, как можно сказать, снюхались. Там все нормально было у нас. Ой, у нас запах замечательный. Я предлагаю всем, выходите, давайте поддержим Наталью. Вас есть, 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 я так и знал. Привет. Вас выбрала. Привет, спасибо большое. Я так чувствовал, просто по глазам сразу увидел. Почувствовал теплоту, надежность. У нас есть пара Наталья и Сергей. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно не сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Спасибо.